Всем привет! Сегодня у нас 26 мая. Наконец-то потеплело. Пришло время высаживать табак. Вот моя рассада. Переросла. Я ее рассчитывал высаживать где-то числа 10 мая. Погоды нет. Вот смотрите. Это рассада, которая пикированная. А вот рассада, которая не пикированная. Эту я пикировал 24 марта. И вот с 24 марта она практически не выросла. Хотя росла в одинаковых условиях с этой рассадой. Ну ладно, приступим к высадке. Что мне понадобится для высадки рассады? Я использую такой маркер. Это маркер сделан. Картошку сажать. Между клыками расстояние 60 сантиметров. То есть отсюда, досюда 60 и здесь 60. Им я буду чертить и у меня посадка будет 60 на 60. Табак. Понадобятся мастерки. Этим мастерком я ямки копаю. Лопатой слишком большой получается. Мастерком нормально. Маленьким мастерком я подковыриваю крайнюю рассаду, чтобы ее вытащить. Ну что ж, а теперь приступим. Для высадки рассады, любой рассады, особенно такой большой, а, еще забыл сказать, понадобится торф. Можно и без торф, но я добавляю торф. Ну вот, чтобы высаживать рассаду, ее нужно залить. Хорошенечко пролить водой. Вот так пропитается. Потом еще подолью. Еще подолью. И пока... Остальные пока не буду. Потом залью. По мере высаживания. И пока она будет пропитываться, вот участочек. Сейчас буду его расчерчивать. Как расчерчу, тогда продолжим видео. Ну вот, разметил. Если видно, такие квадратики, 60 на 60. Выкопал ямочки. Насыпал торфу. Торфу я сыплю. Вот, одну горстку. И все. Дальше я просто поливаю. В каждую луночку. Посмотрим, что у нас. Земля почти размокла. Можно высаживать. Саму процедуру высаживания показать не удастся. Здесь нужны две руки. Ну вот, как высажу. Сниму обзор. Пока все. Ну вот, посадил. Но не весь. Не осилил. Вот эти вот два рядка крайних от дорожки. Кентукки Барли. Там Вирджиния Голд. Не досадил. 24 куста. У меня здесь осталось Вирджиния 202-я и Берли Б-21. Здесь я тоже Голд сажал. Ну, эти, маленькие. Которые не пикировал. Их укрывать нужно бутылками. Потому что я их дождем вот одну не укрыл. И вот дождем весь поприбило. Здесь у меня Вирджиния тоже ширей. Вот эти три куста я сажал в начале мая. Попа замерзли. Вот видно листочки такие. Ну, я думаю, оклемаются ничего. Три кустика. А это у меня Вирджиния ширей. Это парник. В этом году пластиком этим, как он называется, не помню. Самое главное у этого пластика заклеивать вот эти надо. Торцы. Продается специальная лента. Ну, я какой был скотч таким и заклеил. А то влага попадет и он изнутри зеленеть будет. У меня там у соседа он не заклеил. И весь пластик позеленел. Потом ничем его не отмоешь. ничего. Сейчас поставлю на паузу и еще покажу. Вот здесь у меня посажена Вирджиния 202. Это покупная, которая магазинная. Мне ее прислали. вот какие здоровые наросли. Это тоже два куста. В начале мая сажал. Чуть-чуть подмерзли. Но ничего. Думаю, оклемается. и здесь я посадил у меня герцеговина. Вот это вот я сажал в начале мая поподмерзло. Не знаю, что-то она с риском выживет или нет. Вот эту сегодня сажал. Ну, вот он так чуть-чуть подвял. Ну, ничего, это рассада всегда так. Что еще хотел показать? Еще самое главное, ну, все, наверное, знают, что рассаду лучше высаживать вечером или в пасмурную погоду. то есть в солнечную погоду высаживать не советую. Когда сажаете табак, не обязательно табак, а любую другую рассаду. Обязательно нужно оставлять ямку. Так удобнее поливать. Вот смотрите. и вода точно остается под корнем. Если сравнять землю, то вода будет течь куда угодно, только не под корень растения. А так как корни растения после пересадки повреждены, ему нужно много воды. А если поливать так, сейчас сравнять, и вода утечет куда-то там вбок влево, а под корень ничего не попадет. Ну, в общем-то, я думаю, про это все, кто занимается огородом, знают. Ну, вот, всем пока. Следующий ролик я, наверное, сниму обзор. Покажу свой ферментатор, табакорезку, пока табак будет расти. Ну, все, всем пока. Редактор субтитーツ T. Продолжение следует...